Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Народ принимает участие в решении важнейших вопросов в жизни нашей страны путем участия в выборах. Так вот, республика – это форма правления государства, когда власть избирается гражданами страны. Официально наша страна называется Российская Федерация. Понятия Российская Федерация и Россия равнозначны. Россия обладает независимостью и имеет свои государственные символы – это флаг, герб и гимн. Государственный язык нашей страны – русский язык. Что же такое Федерация? Представьте, что перед вами пирог. Так вот, Федерация – это пирог, разделенный на части. Каждая из частей может отличаться начинкой от других. В состав Российской Федерации входит 85 субъектов. Это различные города, области, республики и края. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь – это города федерального значения. Города федерального значения – это те города, которые являются центрами культуры, промышленности, науки и занимают особое место в истории государства нашей страны. Что же такое правовое государство? Представьте себе, права похожи на броню. Они всегда защищают человека. С первой минуты жизни каждый из вас, ребята, маленький россиянин, находится под защитой государства и получает документ, свидетельство о рождении. Такой документ есть у каждого из вас. А когда мальчики и девочки достигают возраста 14 лет, то получают паспорт. Это главный документ удостоверения личности. Правовое государство означает, что Конституция гарантирует, что каждый гражданин нашей страны имеет равные права и свободы от рождения. Ваша мама, папа, бабушка и дедушка обладают равными правами и возможностью их реализовать. Вы же, ребята, сможете в полной мере реализовывать свои права, когда вам исполнится 18 лет и вы станете совершеннолетними. Каждый день вы, дети, реализуете свои права, которые закреплены в Конституции. Вы только родились, вам уже гарантировано право на жизнь и свободу. Проснулись в своей комнате – право на жилище. Поехали с родителями отдыхать в другую страну – это право на отдых и свободное перемещение за пределы Российской Федерации. Пошли в школу – это право на бесплатное образование и так далее. Но кроме прав, у каждого гражданина нашей страны есть обязанности. Представьте, что ваш дом – это маленькая крепость. Родители и вы старайтесь, чтобы внутри было уютно, хорошо, тепло, а самое главное – безопасно. Поэтому дети должны слушаться родителей и старших, учиться и ходить в школу, чтобы вырасти грамотными, защищать младших, уважать пожилых и любить свою родину. Государство – это сложный механизм. Его можно сравнить с огромным кораблем. Каждая деталь отвечает за определенную работу. И если они работают согласованно, корабль, каким бы он ни был большим, отлично ходит. Но для этого необходим капитан, президент нашей страны. Президент – это тот, кто направляет корабль по определенному курсу. Президентом нашей страны является Владимир Владимирович Путин. В России официально было три президента. У капитана обязательно есть команда, которая осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. Можно считать, что маршрут по стране – это внутренняя политика, а путешествия за рубеж – внешние. Наша страна с каждым годом стремительно развивается, становится лучше. И вместе с ней меняется и дополняется Конституция. Как же влияет Конституция на жизнь ребенка? В 2020 году для вас, ребята, специалисты в области права, политики, общественные деятели и другие, пользующиеся уважением граждане нашей страны, внесли изменения в Конституцию, и теперь не есть статья, в которой говорится, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает все условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. А также защита и поддержка каждой семьи гарантируются Конституцией нашей страны. Права, свобода человека – таков приоритет страны. Мы Конституции навеки, канонам следовать должны. Нам Конституция дана, чтобы понять, в чем ее суть. У нас прекрасная страна, а вместе с ней и весь наш путь. Вот видите, дорогие друзья, какие важные вопросы поднимает Конституция. И сегодня вам удалось узнать многое об устройстве нашего государства. Любите свою Родину, гордитесь ей, соблюдайте и знайте законы нашей страны, будьте достойными гражданами России. Как сказал замечательный русский поэт Николай Алексеевич Некрасов, поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Дорогие друзья, приходите и записывайтесь к нам в библиотеку. У нас есть много интересных и познавательных книг. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...